Меня зовут Фильмофил, и сегодня я расскажу вам о фильме Пила Начало. История о сумасшедшем докторе, который похитил парня и девушку. Но так всегда бывает, когда пропадают люди. Близкие звонят в полицию, начинаются поиски. Так я, по-вашему, преступник? Сюжет начинается с того, как какой-то молодой человек просыпается в неизвестном помещении. Он сильно ранен, а также подключен к капельнице. Все тело у него очень сильно болит, ему тяжело двигаться. Попытавшись встать, он падает на пол. И у него сразу прослеживаются воспоминания. Он с оружием убегал от полиции. Очнувшись, он выползает из этого помещения и видит перед собой заброшенную больницу. Передвигаясь ползком по полу, сзади безымянного мужчины проходит какой-то человек, который насвистывает себе под нос какую-то музыку. Тогда парень понимает, что ему нужно как можно быстрее отсюда сваливать. Но доктор замечает его и перемещает обратно в койку. Вновь очнувшись с утра, парень видит рядом с собой койку, на которой лежит девушка. Доктор начинает разговаривать с парнем. С каждым днем все лучше. Ты не против, если я уделю внимание юной леди, а потом мы пообщаемся, хорошо? Проверив его моторику, он увозит койку с девушкой в неизвестном направлении. Использовав возможность, парень отцепляется от ремня. Но доктор это замечает, поэтому вкалывает ему снотворное. Парень вновь просыпается ночью и слышит чей-то голос. Только не отключайся. С ним пытается заговорить симпатичная девушка на койке напротив. Девушка говорит ему, что он был несколько дней без сознания. Она хочет выяснить, помнит ли он что-то, как они сюда попали и что они вообще тут делают. Но парень по какой-то причине не может разговаривать. Скорее всего из-за лекарства. Тогда она просит его отвечать киванием на ее вопросы. Парень абсолютно не помнит, как они тут оказались. Ровно так же, как и девушка. Они не помнят, как их зовут, где они живут и есть ли у них вообще семья. Более того, они даже не помнят, как они выглядят. Девушка заявляет парню, что доктор, который привез их сюда, спас их обоих. Так ей сказал этот самый доктор. Проснувшись с утра, парень видит перед собой доктора, который моет полы и насвистывает себе под нос мелодию. Доктор замечает надрыв на руке у парня и вновь отправляет его в сон. На утро он приносит ребятам поесть кашу из каких-то трав. Парень наотрез отказывается есть то, что дает ему доктор. Давай. Я кому сказал? Тогда девушка, почувствовав опасность, изъявляет инициативу. Еда оказывается отвратительно горькой. Доктор говорит, что люди привыкли лечиться сейчас таблетками и прочей фармацевтикой. Но человеческий организм, по его словам, можно вылечить всем тем, что растет из земли. Без обращения к медицине. Выглядит он крайне безумным. Она способна омолаживать организм и в 50 раз слаще сахара. Ну-ка. В очередной раз, попытавшись накормить парня, у него ничего не выходит. Он противится. И в этот момент девушка падает в обморок, и у нее тоже проявляются воспоминания. Будто кто-то со спины нападает на нее. Доктор откачивает девушку, и она приходит в чувства. Позже доктор отвозит их в импровизированный спортзал. И начинает всячески издеваться над ними. Приведя пару на улицу, психопат начинает с ними диалог. Девушка спрашивает, как они тут оказались. Но доктор не может внятно ответить на ее вопрос. Когда я задыхалась, у меня мелькнуло видение. На меня кто-то напал. Человек в маске. Что может? Это был я? Батюшки Светы. Доктор говорит, что когда он их нашел, у них при себе не было документов. Девушка изъявляет желание позвонить в полицию, чтобы их отсюда забрали. Но доктор сказал, что дорожит своим уединением и не пользуется телефоном. Вновь он усыпляет ребят и увозит их обратно в палату. Девушка говорит парню, что ей правда кажется, будто доктор их спас. Рассказала о своем видении, в котором на нее со спины кто-то напал. Также девушка говорит, что ей кажется, что у нее есть дети. Она не помнит их лиц, но у нее стойкое ощущение того, что дети у нее все-таки есть. Мужчина предлагает ей устроить побег. Он точно знает, что им тут не место. Девушка соглашается. На утро доктор вкалывает им какое-то вещество, говоря, что это лекарство. Доктор им говорит, что его не устраивает их поведение. Они слишком холодны по отношению к нему. И он просит их быть более ласковыми. Покормив их отвратительным завтраком, доктор повел ребят на водные процедуры. Доктор ушел за полотенцем. И парень с девушкой выбрали момент, чтобы свалить отсюда. Одевшись и выйдя из ванны, они видят перед собой по-настоящему заброшенную больницу. Но вдруг по мегафону объявился доктор. Вам не убежать, детишки. Из этого лабиринта нет выхода. Спустившись в какую-то комнату в подвале, девушке вновь приходит видение. Она вспоминает, что у нее и правда есть дочка. У меня есть дочь. Девочка. И она где-то там. Ищет меня. Тише. Выйдя из комнаты и продолжая искать выход, повсюду начинает гаснуть свет. По ощупь, дойдя до какой-то палаты и включив там свет, они видят свои фотографии, пронумерованные по дням. Покопавшись по документам, они находят фотоальбом, в котором доктор фотографировался с ними как с семьей. Что за извращение? Как будто семейный альбом. Вдруг выключается свет, и доктор внезапно их ловит. Положив парня на койку, доктор собирается применить самые жесткие меры, чтобы тот не склонял девушку больше к бегству. Надавив на девушку и спросив, что ей говорит парень, когда доктора нету рядом, она признается, что они собрались сбежать. За это она извиняется перед доктором. Он ее прощает, но предлагает помочь ему выбрать, что же делать с парнем. Я могу его ослепить. Или кастрировать. И дело с концом. Они решают зашить ему рот. На следующий день, проснувшись в палате, девушка видит парня с зашитым ртом. Теперь он у нас милый домашний, как плюшевый мишка. Правда? Но на этом доктор не собирается останавливаться. Он хочет отрезать палец парню, чтобы тот не смог быстро бегать. Но девушка останавливает его, ударяя вазы по голове. Девушка отвязывает парня. Он освобождается от швов, и они вновь убегают из палаты. Зайдя в какое-то помещение, они видят перед собой различные части тела разных людей. Они понимают, что дело дрянь, и нужно обзавестись оружием для самообороны. Найдя выход на улицу, там их уже поджидает доктор с собакой. Предложив им сесть и поговорить, парень отказывается. И доктор спускает на них собаку. Но им удается от нее убежать через сто помещений с различными частями тела. И выбраться наружу. Выйдя за пределы больницы, они понимают, что находятся в максимально отдаленном месте от цивилизации. Умывшись, они принимаются искать дорогу, чтобы поймать попутку и добраться в город. Выйдя на дорогу, они начинают ждать. Но все машины проезжают мимо них. Люди просто пугаются их странного внешнего вида. Одна машина все же решается остановиться. Но оказывается, это был тот самый доктор. Начинается погоня. Настигнув ребят возле обрыва, доктор вновь призывает их вернуться домой. Затем доктор стреляет парню в бок, чтобы у того не было возможности убежать. Девушка просит его быть благоразумным и отпустить их. Но доктор не собирается этого делать. Поэтому девушка вновь извиняется перед ним и обнимает его. Это был ее план. Обманным путем она сталкивает психопата с обрыва. И тот разбивается. Парень и девушка до сих пор не могут вспомнить свои имена. Поэтому выдумывают их. Парень просит девушку называть себя Джо. А девушка просит называть ее Элизабет. Поднявшись и добравшись до какого-то лагеря, парень падает и теряет сознание. Они просыпаются уже в цивилизованной больнице. Где мы? В настоящей больнице. С настоящими врачами и медсестрами. Но в палату заходит детектив. Она говорит, что хочет поговорить с каждым отдельно. Поэтому их увозят в разные направления. В комнату к девушке заходит маленькая девочка. Элизабет признает в ней свою дочь. Но доктор пытается ее выставить наружу. Они не понимают, что тут происходит. Но девочка говорит Элизабет, что она не ее мама. А Элизабет убеждена в обратном. Тем временем детектив говорит парню, что отпечатки на его руках не совпадают. На одной руке отпечатки принадлежат некому Аллану Рэю, который был приговорен к смертной казни. А отпечатки на левой руке принадлежат Билли Дулану, заслуженному полицейскому Соединенных Штатов. Воспоминания из двух разных жизней возвращаются к Джо. Детектив говорит ему, что доктор никого не убивал. А наоборот, возвращал уже мертвых людей к жизни. Он сшивал разные участки тела и появлялся новый человек. Это и правда был дом. Они понимают, что уже были мертвы, но вернулись к жизни благодаря доктору. Их обоих забирают люди в защитных костюмах и увозят в неизвестном направлении. Я здесь, я рядом. Не бойся, я здесь. Отпусти меня, чертова от роти. Чтобы ФБР провели над ними опыты. На этом фильм заканчивается. Обязательно посмотрите мои другие пересказы по подсказке. Всем пока.